В Башкортостане вновь запустили железнодорожный маршрут до популярных горнолыжных курортов. Сегодня утром отправились в путь первые в этом сезоне пассажиры поезда «Легенда Урала». Весь путь занимает чуть более пяти часов. Для любителей горнолыжного спорта и не только, он стал реальной альтернативой поездке на автомобиле или автобусе. Поезд впервые запустили в прошлом году. За сезон услугами «Экспресса» воспользовались почти 11 тысяч пассажиров. Если раньше он следовал лишь до станции Белорецк, а затем туристам приходилось пересаживаться на автобус, то сейчас маршрут продлили до Новообзакова, что в непосредственной близости от туристического кластера «Легенда Урала». С точки зрения его привлекательности, это то, что он идет все-таки экспрессом. Пять с половиной часов он в пути до Новообзакова и назад. Ну, во-первых, это безопасность для пассажиров, во-вторых, это скорость. И, в-третьих, это новый век продукта транспортного, который мы смогли реализовать совместно с правительством Республики Башкортостан. Для проекта «Железнодорожного экспресса «Легенда Урала» на Куйбышевской железной дороге подготовили комфортабельные рельсовые автобусы с удобными сиденьями, стеллажами для спортивного инвентаря, стойками для зарядки гаджетов и беспроводным интернетом. Комфорт поезда и удобство маршрута высоко оценили пассажиры. Я про поезд слышал в прошлом году, вот в этот раз решил проехать сам, официально приехал в Уфу в гости. Я обратно съезд домой в Беларусь, решил поездом вернуться, посмотреть свои родные места. Безопасность в первую очередь. Сейчас зима, начало зимы, опасно на дорогах. А вот так сел, проехал, ездишь, отдыхаешь. Поезд «Легенда Урала» будет курсировать по пятницам, субботам и воскресеньям. Отправление с железнодорожного вокзала Уфы в 6 утра по местному времени. Билеты можно приобрести непосредственно в поезде, кассах и терминалах РЖД, а также в мобильном приложении. Стоимость билета 700 рублей. Отмечу, проект, который реализован совместно с правительством республики, вошел в топ-10 значимых событий, которые произошли в Башкортостане в прошлом году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова